В кадровые перестановки в структурах Роскосмоса глава конструкторского бюро «Арсенал» отправлен в отставку. Эксперты связывают с итогами ведомственной проверки осенью прошлого года. Судьи против онкобольных. В интернете собирают подписи на имя президента против расселения 31-й больницы. В Санкт-Петербурге не стекают акции протеста, а чиновники оправдываются. Японцы нашли крайнего. За нелетающий дреймлайнер ответит производитель дефектных аккумуляторов. По иронии, это не «Боинг», а фирма из Японии. Эта страна больше всех теряет от простой самолетов мечты. Судьбу Мали могут решить кочевники. Боевики Туареги согласились прекратить мятеж. Теперь они тоже будут воевать против исламистов. Эксперты не исключают подвоха. Неизвестно, что Туареги попросит за свою верность. Красота в золотом обрамлении. Неделя высокой моды в Париже открылась блестящим во всех смыслах показом Версачи. В полупрозрачных тканях играли нити чистого золота. Парламентарии заподозрили в шахматисте Анатолии Карпове, иностранного агента. Депутаты нашли среди партнеров его организации японскую табачную компанию. Чемпион обвиняет в лоббировании интересов производителя сигарет. Об этом пишет газета «Известия». Девять депутатов в Госдуму обратились в Миню с просьбой проверить, не нарушает ли шахматист закон о некоммерческих организациях. Как пояснили парламентарии, поводом стало поправки единоруса Карпова в антитабачный законопроект. Он предлагает убрать статью, которая предусматривает наказание за незаконную торговлю сигаретами. Благотворительный фонд шахматиста «Мир и гармония» подозревает финансирование из-за рубежа. Как пишет в обращении депутата, его партнер компания «Джапэн Табак», она занимает третье место в мире по производству никотиносодержащих товаров. Сам Карпов обвинение считает надуманным, пишет «Известия». Петицию в адрес Владимира Путина и руководства страны в защиту 31-й больницы Санкт-Петербурга подписали более полутора тысяч человек. Она была выложена в интернете всего несколько часов назад, а вот автор документа просит не расформировать медучреждение, где выхаживает до 75% онкобольных детей в России. Угроза навесила лечебным заведениям по уже ставшей традиционной причине. Она удобно расположена и занимает лакомые площади. Больница базируется на Крестовском острове. Городские чиновники решили на этом месте создать медицинский комплекс для судей Верховного и Арбитражного судов. Однако губернатор заявил, что права детей ущемлять не будут и вообще решение еще не принято. Это, впрочем, не успокоило рассерженных горожан. Накануне прошла акция протеста, а в интернете появились сразу несколько петиций в защиту больницы. На сайте change.org обращение к губернатору Полтавченко и управляющему делами президента Кожину подписали на данный момент около 50 тысяч человек. На demokrator.ru более 21 тысячи. Впрочем, возымеют ли они какой-то эффект, пока непонятно. Ранее новая газета собрала более 100 тысяч подписей против закона Димы Яковлева. Но депутаты заявили, что у них нет процедуры для того, чтобы учесть мнение россиян. Глава конструкторского бюро «Арсенал» отправлен в отставку. По информации газеты «Коммерсант», Михаил Сапега написал заявление с просьбой уволить его по собственному желанию еще 11 января. На следующий день отставка была согласована. При этом Сапега останется руководителем машиностроительного завода «Арсенал». Примечательно, что еще в 2010 году ему инкриминировались два эпизода мошенничества, как раз связанные с этим заводом. Его подозревали в хищении имущества предприятия на 90 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело, и более того, предполагаемые сообщники Сапега признали себя виновными. И даже дали показания против главы завода. Однако дело против него в итоге также закрыли. Что касается самой отставки с поста главы конструкторского бюро, то есть ученики-коммерсанта, связывают ее с результатами проверки, проведенной Роскосмосом осенью прошлого года. Внимание комиссии привлек тот факт, что с 2009 года Сапега был не только председателем совета директоров машиностроительного завода «Арсенал», но и руководил одноименным конструкторским бюро. Подобное совмещение могло привести к конфликту интересов. По мнению проверяющих, завод выполнял лишь технические задания, которые создавались в бюро. Ограбление на востоке Москвы этим утром. Группа налетчиков в масках вырвалась в портбар в доме 38 по улице Красно-Богатырской. Они дважды выстрелили в сторону персонала, после чего, угрожая ножом, бандиты забрали деньги и скрылись. Сумма похищенного сейчас уточняется, а вот полиции удалось задержать всех пятерых нападающих по горячим следам. Один из преступников оказал сопротивление, был ранен и сейчас находится в больнице. Отвечать за дефекты новейшего Боинга 787 будет не только его производитель. Министерство транспорта Японии проверит работу местной компании ЮАСА. Именно она делает аккумуляторы, которые оказались слабым звеном дремлайнера. К расследованию подключаются и воздушные власти США. Литий-ионные батареи марки ЮАСА дали уже два отказа. Итог аварийной посадки, из-за чего весь мировой флот дремлайнеров почти неделю стоит на приколе. Накануне японская госкомиссия заявила, что скачка напряжения в проблемных батареях не было, но в чем дефекты эксперты пока не знают. По прогнозу Bloomberg, ЧП больно ударит по операциям ЮАСА за прошлый финансовый год. Один из ведущих мировых производителей аккумуляторов и так потерял на них 36 миллионов долларов. Новые потери несут и перевозчики. Как объявила японская ANA, из-за простой дремлайнеров она отменит до конца недели 141 рейс. Володя, ну теперь самое время вернуться к деловым новостям, что происходит на московской бирже. Ну что ж, на московской бирже сейчас все расстрачно успокоенно. Индекс ММВБ после попытки немного подрасти на несколько пунктов, буквально вернулся к уровню закрытия пятницы 1540. На этом уровне пока и торгуемся. Подробнее через пару минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова